Как мы и начинали служение, Болгария – страна Божьей любви. Так оно и есть, и мы еще проглашаем, чтобы это помазание, которое царит болгарская нация, умножалось. Первое место, которое я хочу прочитать, это великое поручение самого нашего Господа Иисуса Христа, которое написано в Евангелии от Матфея, в 28 главе, в конце, с 18 стиха написано. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни и до скончания века. Аминь». И вы знаете, вообще изначально у Бога был план, он был еще прежде сотворения мира, жертва уже была положена, жертва Иисуса Христа была также положена еще прежде сотворения мира, так говорит Священное Писание. То есть все это было предусмотрено, желание Бога, чтобы спаслись все нации, спаслись все народы, в конечном итоге спасся или мог спастись любой человек, живущий на планете Земля. Так и написано, что Бог не желает смерти грешника, Бог желает, чтобы все, все пришли к покаянию, так говорит Слово Божие. Знаете, я бы не поверил в Бога, который хотел бы спасти только какую-то одну избранную нацию на земле, ну, например, Израиль, да, или какую-то другую нацию. Я поверил в Бога, когда узнал о том, что для каждого человека на планете Земля есть сегодня доступ во святая святых и омывшись прежде кровью Иисуса Христа. Мы имеем дерзовение входить во святая святых, самое святое святых, всемогущего Бога. И вот эта идея, она лично мне сказала, что так мог сказать или так мог сделать только великий единый Бог, у которого вся любовь, у которого все милосердие, у которого все долготерпение. Вот это по-божье, да, вот это действительно Бог, который любит все нации, независимо. У каждой нации есть свои какие-то недостатки, свои какие-то особенности, и Бог любит всех безусловной любовью. Еще я хотел бы прочесть в Ветхом Завете самая первая книга Бытие. У меня сегодня короткая проповедь, 18 глава, 17 стиха. И здесь Божий план. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать? То есть Бог ничего не делает, прежде не открыв рабам своим пророкам, и он открывает своему возлюбленному Аврааму, который поверил в Бога, и это вменилось ему в праведность, один из первых людей, который не был тогда еще евреем, он был обычным человеком из определенной нации, который просто поверил, и после этого началась еврейская нация. Еврей в переводе означает странник, странник на земле, потому что Авраам пошел странствовать вслед за Богом, туда, куда Господь его повел. От Авраама точно произойдет народ великий, сильный, и благословляются в нем все народы земли. В нем благословляются все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнить Господь над Авраамом все, что сказал о нем. Бог обещал Аврааму, Бог это исполнил. В другом месте написано, в семени Авраамом благословятся все народы. В семени написано почему-то с большой буквы. Кто-нибудь знает, почему с большой буквы? Потому что семя – это прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Во Христе Иисусе все нации получили благословение. И это благодаря тому, что когда-то один человек поверил. Еще одно место говорит о том, что Авраам, он наш отец по вере. То есть поверил Авраам, это вменилось ему в правильность. Поэтому сегодня те, кто верит, мы также приходим к всемогущему Богу. Но сегодня вера, она нам дана через жертву Иисуса Христа. Еще одно место, которое я хочу сегодня прочитать. Это написано в послании Галатам. Это уже Новый Завет. Послание Галатам, 3 глава. Уникальное место, которое говорит с 6 стиха. Уже Новый Завет подтверждает. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в правильность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. Апостол Павел, еврей от евреев, бывший фарисей, пишет язычникам. Послание Галатам – это послание к языческой церкви, к язычникам, которые обратились к Богу через веру в Иисуса Христа. И он пишет. Познайте же, что не евреи, не какая-либо другая нация, а все верующие – суть сыны Авраама. И Писание провидя, что Бог веру оправдает язычников, предвестило Аврааму. «Тебе благословятся все народы». То есть вот это пророчество исполнилось на сегодняшний день, и мы через семя Авраамову получаем доступ, получаем благословение. Пока все понятно, да? Почему я сегодня об этом говорю? Причина такая, что мне бы хотелось сегодня донести самую главную мысль о том, что Бог, конечно же, благословил когда-то Израиль, избрал себе Израиль как особенный народ для того, чтобы сохранить определенную такую линию, чистую линию, через которую впоследствии придет сам Господь Иисус Христос. Скажи аминь, потому что это правда. И через какое-то время это род Давида, и в основном, конечно же, через линию матери Марии, хотя и если говорить о физическом отце, то там также была сохранена линия Давида, царя Давида. Но через вот эту чистую линию, которая была сохранена самим Богом, в определенный момент, 2000 лет тому назад, пришел, родился сын, единородный сын всемогущего Бога Иисус Христос, сделал все то, что было уготовано Ему еще прежде создания мира, тот Божий план, который был в нем, призназначение, все то пророчество, которое было сказано в Ветхом Завете об Иисусе Христе, за очень короткий промежуток времени исполнилось. Более сотни пророчеств. Сотни пророчеств исполнились. Иисус Христос их просто реализовал, воплотил. Слава нашему Богу! Но это все для того, чтобы все нации, абсолютно все нации, пришли к Богу, и каждый человек получил доступ ко спасению. Сегодня моя тема – это Болгария. Болгария как страна Божьей любви. Я бы хотел, знаете, сегодня как бы немножко рассказать наши планы. Ну, мы собираемся с лидерами церковного служения, да, в переписке, с кем-то советуемся, с кем-то вместе молимся. И Бог открывает такое видение о том, что в Болгарии должен быть, ну, должен, да, быть построен молитвенный дом для всех наций, для всех народов. Это Божья мечта, которая написана у пророка Исаии в 56-й главе, что он построит дом мой, как говорит Господь, дом мой, который наречется домом молитвы для всех народов. И это как раз-таки вот то здание, тот храм, который на самом деле просто предназначен изначально для того, чтобы сказать, что для Бога нет исключения. Все нации хороши для Него, все нации спасены уже во Христе Иисусе, и ты можешь прийти в какое-то место, поклониться Богу единому, да, независимо от нации, независимо от Твоего пола, да, и так и написано о том, что во Христе Иисусе нет уже значения, кто ты, иудей, или елин, или язычник, или мужского пола, или женского, все мы одно во Христе Иисусе. Слава нашему Богу! Мы сегодня ищем такое здание, да, ищем участок, земельный участок, ну, уже есть люди, которые согласились, взяли ответственность реконструировать или построить даже здание церкви по определенному проекту, который Бог даст практически с нуля, с закладки фундамента. Уже выделились определенные финансы, да, ну, есть определенные люди, которые выделили уже на нашу церковь уже десятки тысяч евро, уже, ну, просто, уже в нашей казне, и мы можем этими финансами распоряжаться, и буквально, ну, вчера, позавчера мы ездили там на земельные участки, смотрели дома, сегодня мы также после услужения поедем и будем смотреть опять определенный участок, земельный, ну, там, в пределах, там, тысячи, тысячи пятьсот, двух тысяч гектаров, ну, квадратных метров, с небольшим домиком. Нас попросили, ну, вот, проектанты и те, которые будут строить это здание, они, кстати, ребята с Украины, сказали, что вот найдите просто земельный участок с хорошим видом, чтобы вся Варна видела эту церковь, потому что не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Аминь. И просто, ну, все должны узнать о том, что Болгария такая страна, которая заслуживает, вот, именно Болгария заслуживает, чтобы здесь был храм для всех нас и для всех народов. Почему? Потому что именно Болгария, ну, я не знаю другой такой страны, где было бы спасено столько евреев во времена Холокоста, во время еврейского геноцида. Столько евреев, ну, например, сколько было спасено, ну, или, например, если сравнивать с Польшей, я обычно это говорю, да, привожу пример, что столько евреев, сколько было погублено в Польше, да, более трех миллионов, более трех миллионов евреев было просто сожжено, ну, в газовых камерах, ну, просто расстреляли, закопали, уничтожили. Болгары не отдали ни одного своего еврея, ни одного еврея, который жил тогда, в то время, на территории Болгарии. Скажи слава Богу. Очень много армян было спасено во время армянского геноцида. И я просто, ну, на самом деле, с благоговением это говорю. Сегодня очень много беженцев. Откуда? С Украины. Очень много беженцев, которые получили уже статус беженцев, которые бежали от войны на Украине и получили здесь статус беженца. Это все, слава Богу. Именно украинцы будут строить церковное здание, они приняли согласие. Опять же, с благодарностью за то, что Болгария на сегодняшний день делает для украинцев. Слава Богу. Слава Богу. И знаете, просто я верю в то, что это план от Бога, потому что все вот так раскручивается, как снежный ком. Люди звонят. Сегодня я целенаправленно, даже меня руководитель болгарского христианского телевидения попросил сделать одно служение, которое целенаправлено, направлено на то, чтобы просто сказать о том, что церковь интернациональная для русскоговорящих ищет себе участок, ищет землю. Они пустят субтитры с нашими контактными телефонами, чуть попозже пустят наш счет, куда будут переправляться деньги. И мы получили от Бога такое просто как посыл о том, что те нации, которые будут участвовать в постройке этого здания, оно будет большое, оно будет такое двенадцатигранное. О том, что на каждой стене, каждая нация получит шанс, доступ, когда вложится финансово, написать золотыми буквами о том, что какое-то место из Библии, ну, например, на армянском языке. Армяне уже вчера сказали, мы участвуем в этом проекте. На армянском языке будет написано какое-то место из Библии. Уже участвует Россия, уже участвует Украина, уже участвует Белоруссия, уже участвует Молдова, уже участвует Казахстан, уже участвует Болгария, да? Слава Богу. Чуть попозже подключится Южная Корея, чуть попозже подключится Китай, потому что к нам приезжали в прошлом году китайские миссионеры, и они планируют здесь создать миссионерский центр. Какую функцию будет выполнять этот храм, этот молитвенный дом для всех наций? Мы будем помогать принимать людей, которые бегут от чего-то, да? Потому что страна Болгария, она известна как страна-убежище. Убежище, которое приняло когда-то тех, которые бежали от каких-то притеснений, от какого-то такого давления, это место для молитв, это место для общения. Мы, русскоговорящие, неважно откуда, с Белоруссии, с Россией, с Казахстана, мы очень любим общение. Для нас мало одного дня. Ну, лично мне мало, да? Я готов собираться каждый день, как в Библии написано, они собирались по домам каждодневно, и при храме они собирались, у нас должен быть храм, при храме они собирались раз в неделю. Аминь. И вы знаете, вот просто в моем представлении, храм Божий, Божья церковь, молитвенный дом, он не предназначен для того, чтобы функционировать только один раз в неделю, или три раза в неделю. Божий храм предназначен для постоянной молитвы, скажи аминь. Божий храм предназначен для постоянного общения святых, скажи аминь. Божий храм предназначен для того, чтобы постоянно кому-то помогать, чтобы кормить голодных, чтобы одевать бедных, чтобы заниматься какой-то постоянной благотворительностью. Мы планируем, что при этой церкви будет какой-то оплюный хостел, такая небольшая гостиница, которую будет принимать миссионеров, потому что мы очень гостеприимные. Просто с Казахстана мы точно очень гостеприимные. Мы любим чаевничать, любим вот так, ну, просто хоть день и ночь просто принимать гостей. Ну, вот таким нас воспитали, от этого нам никуда не деться. Но я вижу, что и в Библии написано так, что будьте странноприимны. Это слова Иисуса Христа, это слова апостолов, это слова апостола Павла. Будьте гостеприимны. И вот я бы хотел, чтобы вот этот храм, вот этот молитвенный дом задавал здесь темп, ну, в плане того, что такое странное приимство и что такое гостеприимство. Дом молитвы будет предназначен для адаптации, для того, чтобы, ну, вот китайцы хотят приехать, чтобы здесь они хотят открыть такой колледж, ну, где будут обучать языкам, в том числе и китайскому языку. Они планируют отправлять миссионеров по двое. Один в паре, в двойке, ну, как Иисус Христос отправлял, но китайцы, они, конечно, очень предприимчивые. Один из них будет миссионер, а другой будет бизнесмен. Бизнесмен будет здесь делать бизнес и на эти деньги обеспечивать деятельность миссионера. Слава Богу, это очень мудро. Слава нашему Богу. У нас должны быть великие планы. Вот это вот, пусть это будет великий план, да, вот, ну, просто тем больше целей мы ставим, тем более они великие, тем больше мотивации, тем больше сил Бог нам может давать. Скажи аминь. Сила Святого Духа просто приходит. И вы знаете, просто еще одно место, которое хочу открыть сегодня, это в книге Откровения. Меня это место очень сильно впечатляет, потому что здесь что-то особенное написано в книге Откровения, 7 глава с 1 стиха. Написано так. И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока, от солнца, и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить землей и морю, говоря, «Не делайте вреда на земле, ни море, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Я слышал число запечатленных». И послушайте. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. 144 тысячи. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. И так далее. Перечисляется 12 колен. и с каждого колена запечатлено только всего лишь 12 тысяч евреев. И вы знаете, когда я очередной раз читал это место из Библии, до меня вдруг дошло, но это же очень мало. За все вот эти тысячелетия, сколько Авраам поверил, это менялось ему в праведности, сколько евреев родилось, ну это примерно что-то около, ну более 4 тысяч лет это точно, за более чем 4 тысячи лет запечатлено всего лишь 144 тысячи. Это примерно третья часть Варны, ну или почти четвертая часть Варны. Понимаете, о чем я говорю? Но это очень мало, это очень мало. За несколько тысячелетий всего лишь 144 тысячи. А где же вот исполненное обещание, когда Бог обещал Аврааму, что твое наследие, оно будет как песок морской, помните, да? Или как звезд на небе, так будет наследие твое. Но Бог никогда никого не обманывает. Давайте мы прочитаем дальше. После всего, с 9 стиха, взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнесом в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасению Богу нашему, сидящему на престоле и Агнесу, и все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных и пали пред престолом лица свои, на лица свои и поклонились Богу, говоря, аминь, благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь, и силы, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии, облеченные в белой одежде, кто и откуда пришли?» Старец испытывает эти вопросы. «Знаешь ли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин?» И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнеса. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной. Ибо Агнес, который посреди престола, будет пасти их и водить их на живые источники. Вот, и отрет Бог всякую слезу сочей их. Скажи аминь». И вот это уже о нас. Песок морской или как звезд на небе, да, не счесть. Это написано о нас, обращенных из язычников. Это написано обо мне, это написано о тебе. Это написано о белорусах, это написано о казахах, это написано об азербанжанцах, армянах и так далее и тому подобное. О всех нациях. Аллилуйя. Тебя это как-то радует? Меня это очень радует, потому что, вот, как выясняется, обетование, которое Бог давал Аврааму, оно дано в большей степени нам, язычникам. Евреев очень мало спасется. Спасется 144 тысячи всего лишь и без числа, без края спасенных язычников. Очень подробно об этом апостол Павел пишет в Послании к Римлянам. Можете подробно прочитать это таинство в 11 главе Послания к Римлянам. Очень подробно написано про обращенных язычников, про взаимоотношения между евреями и язычниками, про то, как надо их почитать. Библия нас учит христиан относиться с почитанием к еврейскому, к израильскому народу. Почему? Потому что они сохранили линию, потому что они довели до нас. Через них пришел Иисус Христос. Через них пришло Священное Писание, Ветхий Завет в частности. Через них пришел Моисей в Закон. Через них пришли пророчества. Об этом очень подробно пишет апостол Павел. Слава Богу! Благодарение! Поэтому написано в Послании к Римлянам «Не превозносись над Израилем, но бойся!» Потому что если Бог не пожалел природного слины, пожалеет ли тебя, если будем превозноситься? Бойся! Ходи в смирение, ходи в благоговение, ходи в почитание пред Богом. Вы знаете, я вижу почитание израильского народа именно в том, что именно мы здесь, на территории Болгарии, обращенные из язычников, должны построить храм для всех наций благодарность за то, что Болгария когда-то спасла Израиль, спасла евреев, спасла еврейскую нацию. Можете со мной согласиться сказать аминь? Потому что, ну просто какая благодарность, да, о том, что просто армяне построили здесь храм в честь, благодарность о том, что когда-то Болгария спасла армянскую нацию, евреи построили здесь синагогу. Нации, что сделали для Болгарии? Ну пока еще ничего, ну ничего абсолютно. И я еще раз повторяю мысль, что Бог найдет через кого построить свой дом, дом молитвы здесь, на территории Болгарии, потому что именно Болгария заслуживает, чтобы здесь стоял храм, молитвенный храм для всех наций, для всех народов. Но лучше, если будем мы. Я не хочу упустить этот шанс. Вы знаете, в Казахстане когда-то было сильное пробуждение в 90-х годах. Сильное пробуждение. Десятки тысяч уверовало из разных народов, из разных племен. Я это видел в духе. Я об этом говорил, проповедовал о том, что идет очередная волна, которая просто захлестнет, просто придет сотни тысяч. Но церковь оказалась тогда не готовой, и просто упустили вот эту волну. И тогда, ну например, Андрей, свидетель, или моя супруга, о том, что церковь Грейс выросла к тому моменту до 20 тысяч человек. Построили храм, построили огромное здание, которое на сегодняшний день самое большое церковное, религиозное сооружение на территории всего бывшего союза. Самый большой храм на 5 тысяч человек. Прекрасный храм. Все из белого, черного мрамора. Израильские звезды сложены. Зал, огромный зал на 5 тысяч человек. Второе здание, которое мы выкупаем, реконструировали его на тысячи человек. И мы ждем. Ну, я просто увидел такую грань, когда церковь оказалась не готовой, волна просто прошла мимо нас, и церковь начала захлевываться. Церковь Грейс объявила, что до конца миллениума, до конца 2000 года в церковь придет более 100 тысяч человек. 100 тысяч человек. 100 тысяч человек. И это все было очень серьезно. Нас пастыри вызвали, ну, это, мы знали, куда нас вызвали, сказали, что это городской совет, мы хотели задать вам несколько вопросов. И у нас спросили, вот тогда мы были все вместе, мы собирались в церкви Грейс, на басридские конференции, все церкви были вместе, мы были очень дружны, мы совершали какие-то такие молитвенные марафоны, и у нас спросили, вы что, серьезно хотите, чтобы до конца 2000 года ваши церкви наполнились до 100 тысяч человек? У нас в городе всего лишь 500 тысяч человек, а вы хотите, чтобы у вас 100 тысяч? Ну, Игорь Семенович тогда стал главным пастыром церкви Грейса, и говорит, да, серьезно, а вы что? Ну, разве это преступление? Мы же никого не убиваем, мы же никого не грабим, мы же никого не насилуем, мы мирные христиане, мы только пользу одну приносим. 100 тысяч человек? Это серьезно? Да, серьезно. И когда пастыря подтвердили, сказали аминь, начались страшные гонения. Начали просто какие-то, вы знаете, просто какие-то козни. Церковь Грейс обвинили в более чем 30 пунктов. Самых глупых, невероятных каких-то обвинениях о том, что в церкви подсыпаются в чай наркотики, например, и о том, что там христиане пьют наркотики, они потом хохочут, веселятся, скачут, и они под действием какого-то наркотика. За то, что грабят людей, что люди приходят, они их зомбируют, отбирают квартиры, дома и так далее и тому подобное. И очень много-много обвинений. Начался такой прессинг, который просто церковь, на тот момент она просто не готова была выдержать, и началось вот такой спад. Я тогда выходил в церковь и пророчествовал о том, что если Казахстан упустит в эту волну, ну, то есть почему, начиная с высшей власти, не захотели, просто не захотели, не захотели спасения сотен тысяч своих граждан, сказали они, не нам этого не надо, потому что, как и во времена Иисуса Христа, придут чужие страны, завоюют нас, нам не нужны мирные граждане, нам нужна хорошая защита, вот просто убирайтесь, да, ну просто не надо, мы запрещаем, начались такие вот просто обвинения, короче, и так далее и тому подобное. Волна прошла, прошла куда-то дальше, и рост церкви пошел на спад. Вот что я сейчас чувствую, просто в духе переживаю о том, что сюда идет волна, мощная волна Святого Духа. Вот я ее больше не хочу упускать, я хочу оказаться в волне, в волне Святого Духа. И знаете, кроме того, что мы построим храм, а я в этом на тысячи процентов уверен, мы построим храм, просто потому, что в моей жизни уже было несколько храмов, которые построены, это на пять тысяч человек, это на тысячи человек. И мы построим этот храм, и это будет просто место большого благословения. Мы будем проволошать, и рано или поздно Болгария станет просто каким-то, знаете, местом паломничества сюда, в Святой Землю, потому что это уже Святая Земля, но святость здесь на этой земле будет умножаться. Место паломничества, запомните мои слова. Страна Болгарии, я просто ее продолжаю еще и раз, еще и еще раз, страна Божьей любви. Только за то, что Болгария сделала для Израиля, Бог что-то приготовил настолько мощное и особенное для болгарской нации, очень мощное благословение, и Бог от этого не отступит, просто идет благословение. И я хотел бы, чтобы в строительстве этого храма участвовали именно из других наций, не сами болгары. Сами болгары не будут в этом участвовать. Они просто примут это как благословение. Мы будем участвовать. Казахи, белорусы, русские, украинцы, корейцы, китайцы и так далее и подобное. Мы будем строить этот храм, и мы его построим. Это будет просто прекрасный храм всемогущего Бога, место поклонения, место молитвы, место непрестанного общения, место непрестанной социальной какой-то помощи, место реабилитации, восстановления, ретритов. Бог уже собирает здесь команду врачей, которая будет просто... Наше видение изначально было такое. Когда мы приехали в Болгарию, мы посмотрели, после Караганды, Караганда, Шахтерский город, там снег черный зимой, дышать нечем, а рядом химико-металлургический комбинат в городе Талдыкурган, падает химический дождь, от которого выпадают волосы. Мы приехали здесь сюда, и мы видим, Бог нас поселил в таком районе, где кислород жидкий, вот так просто в окно вот так влезает и заполняет мои легкие. Я говорю, Наташа, я не могу в это поверить. Мы дышим чистым воздухом. Какая благодать. Море рядом, леса рядом, захотел горы, горы рядом. Это место идеальное для восстановления Божьих служителей, потому что очень много служителей на моих глазах. Сгорело. Сгорело от служения. Умерло от инфаркта, миокарда, пострадали там, ушли в состояние инсульта, парализовало, короче, просто не выдержали. Здесь мы построим место, где служители будут приезжать и восстанавливать свое здоровье. Духовное, физическое, психическое здоровье, потому что они этого заслуживают. Земля, болгарская земля, она благословенная земля. Здесь все просто вот так пропитано, Божьей славы. Скажи аминь. Я уже заканчиваю. Вы знаете, я недавно перебирал там свои какие-то рукописи, потому что у меня их много. Я набрел на один гимон. Я понял, что этот гимон пророческий. Вот у меня есть одна тетрадь, и этот гимон написан на первой странице. Я хотел бы вам его сегодня спеть. Этот гимон так и называется «Страна любви». И знаете, кто этот гимон написал? Его написал Расул Гамзатов. Удивительно. Давайте послушаем. Расул Гамзатов. Хочу любовь, Хочу любовь Про вас гласить страною, Чтоб все там жили В мире и тепле, Чтоб начинался Гимн ее строкою, Любовь всего превыше на земле, Чтоб начинался Гимн ее строкою, Любовь всего превыше на земле, Чтоб гимн прекрасный, Люди пели стоя, И чтоб взлетала Песня к небу ввысь, Чтоб на гербе Страны любви сплелись, В пожатии одна рука с другою, Чтоб на гербе Страны любви сплелись, В пожатии одна рука с другою, Во флаг которой учредит страна. Хочу, чтоб все цвета земли входили, Чтоб радость в нем была заключена, Разлука, встреча, сила и бессилье, Хочу, чтоб все земные племена В стране любви убежище просили, Хочу, чтоб все земные племена В стране любви убежище просили, Хочу, чтоб все земные племена В Болгарии убежище просили, Хочу любовь Права согласить страною, Чтоб все там шли в мире и тепле, Чтоб начинался гимн ее строкою Любовь всего превыше на земле, Чтоб начинался гимн ее строкою, Любовь всего превыше на земле, Спасибо большое! Да будет так! Аллилуйя! Господь, я просто еще и еще раз Провозглашаю, Господь, Болгарию Страной Божьей любви, Это уже страна-убежище, Господь, Где много наций уже получили Меру с Твоей Божьей любви, Твою безграничную любовь, защиту, И многие нации здесь живут в мире, Спасибо тебе, Господь, за болгарскую нацию, Которая пережила когда-то Очень тяжелое рабство, 530 лет под османским игом, И сегодня они с глубоким пониманием Относится к тому, когда какая-то нация гонимая, Когда какая-то нация истребляется, И когда она, эта нация поступает сюда, Они стараются, насколько это возможно, Сберечь, защитить чей-то генофонд, Национальное достоинство, национальную честь, Спасибо тебе, всемогущий Бог, за то, что я живу в Болгарии, За то, что я могу разговаривать на болгарском языке, Для меня это очень драгоценный язык, Это язык Кирилла и Мефодия, Это первые христиане, это миссионеры, Это просветители, Которые просто положили на азбуку Кириллицу, В которой зашифрован Божий текст Обращение к человеку Для того, чтобы сделать перевод На славянский язык И чтобы все славянские нации понимали, Что говорит Священное Писание Спасибо тебе, дорогой, великий Господь, Аллилуйя, Отец! Да, нам, Господь, просто почесть Болгарскую нацию, болгарскую землю тем, Что мы построим, как все нации, Господь, Много наций будет в этом участвовать И построить здесь молитвенный дом Для всех народов, В котором также многие получат утешение, Твою любовь, восстановление Спасибо тебе, Господь, очень Просто помажь эту молитву, Молитву согласия, Господь, Отец! И дай нам веру, дай нам силы Это осуществить Это твоя Божья мечта Ты мечтаешь о том, что на определенной высоте Ты построишь дом И этот дом наречется Это написано у пророка 56 главе Дома молитвы для всех народов Тебе за все слава, честь и хвала Мы молились в молитве согласия И народ Божий скажет Аминь Будьте благословенны Аминь 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 КОНЕЦ